итак пробуем оклеить ружье наше мр-153 закатать в пленку дима отделяет приклад потому что приклад закатывается отдельно я в это время готовил рабочую поверхность на стаке у нас бардачок небольшой суть том что нам нужна чистая поверхность чтобы не было пыли никакого мусора берем спирт сейчас я камеру надену на голову чтобы освободить руки итак берем спирт раствор медицинский 95 процентов тряпочку чистую макаем спирт в тряпочку и обезжириваем нашу поверхность начну с цевья цевьё чистим просто спиртом протираем в принципе ничего сложного нету важно чтобы поверхность у нас была обезжирена от остатки масла смазки были удалены вот теперь берем нашу камуфляжную пленку с ее достану дима тут тужится приклад прикипел хотел сказать отвернешь что там за гайка прямая хорошо так делать это все нужно в теплом помещение в гараже у нас в принципе тепло вот у нас такая вот пленочка вот эту часть приклад две половинки вот это ствол вот это цевьё у нас получается две половинки а вот это вот у нас ствольная коробка нужно положить его так чтобы она у нас слегка было внахлёст за край то бишь вот так и начинаю приглаживать рукой вот это так у нас получается здесь все обезжирено было вот эти вот места где у нас пленка топорщица нам нужно будет прогревать сену то есть там где у нас был до этого у нас она села по контуру нормально перейдем дальше дальше таким же образом подогреваем эту часть и так же проклеиваем вот мы уже оклеили цевьё такой вот она у нас получилось места стыков прогрели есть конечно здесь у нас небольшие складочки но в принципе это терпимо все под гайкой двух половинок шов у нас посредине шов прогрели тоже чтобы он схватился как следует в целом красиво сейчас будем делать елки-палки тоже уронил и заметил тряпочку для обезжиривания обезжириваем приклад второй раз спиртом и наклеиваем на него половинки для приклада все так у нас половинки для приклада чуть-чуть там демон пауки завелись вот у нас приклад да да пока есть возможность надо конечно отсоединить усм так интересно как же здесь с чего начать не ну тогда да наверное как то вот так вот это должно быть то есть прогреваем феном чуть-чуть момент нагревания пленка становится очень мягкая будьте очень осторожны вот она принимает форму изделие то есть приклада в этот момент нужно ее как следует разглаживать чтобы избавиться от лишних складок и пузырьков воздуха прилипает она довольно хорошо да пленка хорошая самое главное просто уделить немножко творческой сноровки так скажем ловкость рук и пальцев да вот в этих местах вот она проглаживается и наносится таким вот образом начните сначала делать по центру приклеивать а потом перейдите к одной части либо с этой продолжите либо с этой я вот решил начать с дальней части приклада с тыльника то есть вот потом точно так же наложим вторую половинку и так же будем разглаживать нашу пленку здесь не нужно ничего подрезать просто подогреваем и по мере нагревания пленка сама принимает форму очень осторожно работайте с феном потому что горячо но от этого никуда не деться да то есть это необычный женский фен здесь должна быть высокая температура здесь фен не выставляется температура у него а просто как дует я сам регулирую поднося ближе и относят чувствую когда мне хватит когда перебор вот теперь передвигаемся ближе к шейке приклада нашу и проклеиваем эту часть как следует то есть у нас пленка принимает форму нашего приклада так вернемся сюда и проклеим эту сторону старайтесь проклеивать без складок если есть складочки небольшие то в этом нет ничего страшного и критичного вот так сейчас сделаем весь приклад обклеили одну сторону переходим к второй точно так же акцента начинаем проглаживать прогреваем равномерно прижимаем особенно вот на этих вот стыках нужно посильнее прогреть чтобы пленка лучше приняла форму и не забываем распрямлять складочки айгами или как аппликация правильно это называется на швак тоже посильнее прогреваем чтобы разгладить в этих местах лучше подрезать во первых покороче чуть сделать такая такой длинный туда нахлёст сейчас нам не нужно прям на месте лезвием подправляем на месте лезвием подправляем и делаем вот такие вот надрезы чтобы лучше пленка зашла вовнутрь это у нас черновая нычка здесь то есть здесь в принципе чтобы она туда зашла и эта часть у нас закроется тыльником заподлицо делать наверное надо или как ну-ка подержи вот так вот я еще прикину сколько она размера если делать чуть-чуть сюда в нахлёст чтобы и ту тоже в нахлёст вот так вот пускать то как она у нас здесь да здесь надо делать заподлицо можно в принципе было не разбирать ну раз почистить почистить тоже не мешало здесь ничего сложного нет здесь все по прямой все ровненько вот так вот аккуратненько вырезали все на запись да вот так клеили ствольную коробочку все вот они детальки наши остался ствол осталось оклеить ствол со стволом будет наверное все сложнее ну в принципе сложнее наверно приклада мне кажется ничего здесь нет оклеить красота оклеиваем ствол край пленки приложили вдоль планки ровненько как он идет и с этого момента начинаем аккуратненько приглаживать и по мере появления у нас здесь таких вот вещей мы будем вырезать соответственно лучше сейчас наверно сразу вырезать ее аккуратненько начинаем прогревать и одновременно приглаживать не забываем про складочки подрезали все по правильному по грамотному есть несколько пузыриков но с ними уже никак не справиться посмотрим как пройдет сезон ну что собираем давай собираем дырочку на ощупь нашел ствол вот 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 у нас получилось мр 153 сколько мы первое ружье два часа клеили первая проба оклейки есть конечно изъяны но стрельбу они не влияют так первый раз сделали ну все завтра на охоту завтра открытие завтра будешь мочить селика